Тяга к спиртному стала мотивом для убийства 78-летней пенсионерки из Сузгария. Следователи из Розаевки накануне завершили расследование резонансного уголовного дела. Напомним, 29 марта тело бабушки обнаружил социальный работник. Женщина пришла проведать свою подопечную. Увидев на полу пенсионерку без признаков жизни, она вызвала полицию и скорую помощь, которая констатировала смерть. Проведённая судебная медицинская экспертиза установлена, что её смерть носит насильственный характер и наступила в результате асфиксии. В результате совместной профессиональной работы оперативников уголовного розыска МВД Преспублики Мордовия и ОМВД России по Розаевскому району в кратчайшие сроки мужчина, совершивший преступление, был установлен и задержан по месту жительства. Им оказался сосед погибший 44-летний Максим Коргин. В дом к бабушке он проник через окно. Мужчина надеялся найти в её жилище алкоголь. В одной из комнат он столкнулся с хозяйкой дома. Испугавшись, что она может вызвать полицию, Коргин решил избавиться от главного свидетеля. Силой оттолкнув пенсионерку, он схватил подушку и начал душить бабушку. Когда женщина перестала дышать, он сбежал через окно. Следком Мордовии возбудил дело по статье убийства. В ходе следствия в отношении обвиняемого была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым. На счету Максима Коргина – это уже второе убийство. В начале 2000-х он лишил жизни свою мать. Но тогда экспертиза признала его невменяемым. Наказанием для него стало принудительное лечение. В этот же раз житель Сузгария может ожидать реальное лишение свободы. В следствии собрана достаточно доказательная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу. Чем могут заканчиваться такие приговоры, показало решение Ковалкинского суда. На днях Фемида приговорила к 9 годам тюрьмы местного жителя, который прошлым летом пытался сжечь дом с родной матерью внутри. Поводом для этого стали регулярные нравоучения родственницы. 11 июля прошлого года в вечернее время между осужденным, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его 55-летней матерью, произошла ссора. Женщина, опасаясь агрессии со стороны сына, запежала домой и закрыла входную дверь изнутри. Разозлившись на поведении матери, фигурант решил поджечь дом. Облив бензином крыльцо, сын поджег дом. Пенсионерка вовремя почувствовала запах дыма и смогла выбраться из горящего строения через окно. При этом было повреждено не только жилище, в котором проживала женщина, но и смежные квартиры, где проживала женщина с малолетними детьми. Те также успели выбежать, услышав крики о пожаре. Криминальный поступок сына в СК квалифицировали по двум статьям. Покушение на убийство с особой жестокостью и мышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Впрочем, в суде добавился еще один преступный эпизод. Кроме того, в рамках расследования было установлено, что осужденный уклонялся от административного надзора. Так, освободившись из мест лишения свободы, за ним был установлен административный надзор сроком на 6 лет. Встав на учет в Ковалкинском районе, тем не менее, без уведомлений органов внутренних дел, он выехал в город Москву. Учитывая богатую криминальную биографию, отбывать наказание житель Ковалкина будет в колонии строгого режима. В законную силу приговор суда пока не вступил. Анастасия Семушева, программа «Происшествие».